Книга «Открытым окон», том 3. Тема природа. Вопрос 1054. «Я принесла домой кота, а в клетке у меня была птица, и она сразу же умерла. Кого Бог наказал и почему так случилось?» – отвечает Игнатий Тихонович Лаптин. «Сердце человеческое, как и сердце у любой твари, имеет определенные пределы нагрузки и реагирует на стрессовые ситуации. В житиях святых мы читаем, у матери умер ребенок. По молитвам святого он воскрес, а мать от радости умерла тут же. То же самое может случиться и от страха. В природе у птицы, у зверей, где всюду разлита опасность, существуют определенные предохранители, рассчитанные на подобные стрессы. То есть нагрузки не превышают того, что представляет им сама природа. Иногда бывает шоковое состояние и у животных. Они делаются как парализованные от взгляда удава, змеи. Когда же животные лишены свободы, находятся в клетке в неволе, то иммунная система ослабевает. В природе птица сразу же рванулась бы вверх, увидев смертельного врага. В данный момент она этой возможности не имеет, а то, что она защищена решеткой, об этом она не знает. Наступает разрыв сердца. В нашей местности, рассказывает, был случай. Пала лошадь, да так и осталось лежать возле дороги. Мимо шли в сумерках женщины, мирно разговаривая между собой. В это время внутренность лошади уже была выедена волчицей, и она залезла внутрь тробы почти вся, выдирая остатки трапезы. Она, вцепившись зубами, отрывала внутренность и пятилась снаружи. Скрытая внутри, она не слышала шагов подходящих людей. Все случилось очень неожиданно. В тот момент, когда она оторвала кусок мяса, то отрывка вывалилась снаружи, а женщина, увидев ее в ужасе, вскрытнула и упала без сознания. А волчица умерла от страха. Другой случай. Медведь любит молодые посевы овса. Он овес сначала приминает, катаясь по нему, а потом ложится. Эти колосья собирает в рот. Мимо проходил охотник с собакою и не имел нужного заряда, но, приблизившись почти вплотную, он выстрелил в воздух. Медведь рявкнул и бросился в лес, схватившись лапами за живот. Вскоре охотник нашел медведя издохших. У него лопнул живот, и он держал внутренности своими лапами. Как это может быть? И действительно ли так было? Ну, допускаю.